Из 12-го столетия С тех пор и называется она Владимирской Божьей Матерью, Хотя давно стала святыней всея Руси И многие века находилась в главном храме ее, Успенском соборе Московского Кремля. Теперь она драгоценная реликвия Домового храма Третьяковской галереи. Много скорби видела на Руси Владимирская Богоматерь. Княжеские междоусобия, Когда из корысти и властолюбия В брат на брата шел. Икона битвы новгородцев с уздальцами, Она была 25 февраля 1170 года. Или Борис и Глеб на конях, Где изображены сыновья киевского князя Владимира, Невинно убиенные их братом Святополком окаянным. Они первые русские святые, Канонизированные церковью За мученическую смерть. Враждующие князья искали помощи В ратном деле у воинов небесных. Георгия Победоносца И Дмитрия Солунского. Изображение Дмитрия Солунского Сохранилось на фрагменте мозаики Из храма Златоверхового монастыря в Киеве, Исполненный в самом начале XII века. Из этого же храма, Разобранного в 1936 году, И фрагмент фрески с изображением Святителя Николая, Претерпевшего гонение за веру православную. На Руси Никола чудотворец, Любимый и особо почитаемый святой. Он защитник и скорый помощник В скорбях и болезнях, В мирских и ратных делах. А ратные дела на Руси Были смыслом и содержанием жизни. Русские князья Воевали то между собой, То с кочевниками, Половцами, хазарами, печенегами. По русской земле Редко пахари покрикивали, Но часто вороны граяли, Трупы меж собой деля. Так, читая уже в XIX веке Древнюю поэму Слово о полку Игореве, Изобразил поле После побоища Игоря Святославовича с половцами Художник Виктор Васнецов. А потом покрыла Русь Туча каменная, Батыева разорения. И снова художник XIX столетия Василий Смирнов Заглядывает вглубь веков, Изображая князя Михаила Черниговского В стане врагов. Не поклонишься богам моим, Злой смертью умрешь. Не поклонился князь, Не изменил вере святой Руси. Наверное, эти полотна Не были бы столь достоверны, Если бы не история Государства Российского, Николая Михайловича Карамзина, Колумба русской истории, Как говорил Пушкин. Это прижизненный портрет Историка, Написанной Василием Андреевичем Тропининым. Удивительное и таинственное искусство портрета. Людей этих давно нет, Но живы их лица, И можно заглянуть им в глаза, Можно даже узнать их имена, Сохраненные подчас лишь благодаря написанному портрету. Многие ли знают в лицо графа Федора Ивановича Ростопчина, Знатного московского барина, Бывшего в 1812 году генерал-губернатор Москвы. А его жену, Екатерину Петровну Ростопчину, С портретом она смотрит дама мечтательная, Экзальтированная, С потаенным внутренним миром. Писал оба эти портрета в предвоенной Москве 1809 года Орест Кипренский, Молодой, но уже известный портретист. Он первым из русских художников Был удостоен чести Поместить свой автопортрет В галерею Уфицы. Позже этой чести удостоен был и другой русский художник, Современник Кипренского, Карл Брюлов, Покоривший Европу своей знаменитой картиной «Последний день Помпеи», Картины о трагедии итальянского города, Погибшего в 79 году нашей эры При извержении Везувия. Но есть у художника полотно О трагедии русского города. Эпизод из обороны Пскова В Ливонской войне. Осада Пскова Польским королем Стефаном Баторием В 1581 году. Сражаются с врагом Старым лад Воины и Миряне. И над их головами Реют святые хоругви Со спасом нерукотворным И Богородицей. И осеняет защитников Воздетая к небу икона Заступницы Руси Божьей Матери. В гневе и скорби Обращается к иконе Богородицы Увозимая в заточение Неистовая Бояриня Морозова. «Обереги, Богородица, Веру от скверны». Картина Василия Сурькова Бояриня Морозова. До Петровская Русь Церковные реформы Никона Раскол церкви, Преследование старообрядцев И в их числе Знатная московская бояриня Феодосия Морозова Не покорившаяся силе Идущая на смерть за свою веру. Наверное, если бы не картина Сурькова, Не многие знали бы Об опальной боярине. Издревле русские люди Считали землю свою Уделом Богородицы. Владимирская Божья Матерь Самая древняя святыня Руси. Скорбен лик Богоматери, Печальны очи ее, Несогласие в мире, По-прежнему льется кровь сыновей И неутешно, как во все времена, Материнская боль. По преданию, Первообраз Богородицы При жизни ее Писал евангелист Лука. Она же, узрев икону, Благословила ее На благодатную помощь людям. Всякие, взирающие на эту икону, Говорили в старину, Наполняются радости и светлости. Устюжское благовещение. Эта икона, Написанная новгородским монахом В XII веке, Так поразила красотой своей Ивана Грозного, Что забрал он ее Из Новгорода в Москву В главный храм Московской Руси. Обереги, Пресвятая Богородица, Спаси, Молились в Спасском монастыре В Ярославле Перед иконой Богоматерь Великая Панагия. Оберегает, Благословляет Род людской И предвичный младенец Христос Эммануэл. XIX век, Но как в старе Звонят колокола на Руси. Снова беда. На Балканах Гибнут русские солдаты За освобождение братьев славян И молятся за них Вся Россия. И несут из села В село Чудотворную икону Заступницы и помощницы Святой Богородицы. Картина Константина Савицкого Встреча иконы. Савицкий – один из тех художников, Что писали свои картины В 70-е и 80-е годы XIX столетия И назывались передвижниками. Передвигали, Перевозили выставки Своих картин По городам России. Несли искусство в народ. Народу О нем самом рассказывали. Григорий Мясоедов «Земство обедает. Тихо сидят У земской управы крестьяне, Пришедшие из дальних И ближних сел. Главное для меня В искусстве, Говорил Мясоедов Словами Достоевского, Мысль разрешить, Идею выразить, Ибо честная сущность Передвижничества В его жизненной правде И служении народу. Много дорог Исходил художник Сергей Иванов С крестьянами-переселенцами. В лучшие земли шли, Лучшие доли искали, А доля-то всякая была. Скудна жизнь маленького человека, То ли от малости своей, То ли от шире полей, Только сам себе Песчинкой кажешься. И где б ты ни был Просвета нет, Трудись, не трудись, Все одно, Дорога в кабак, От скуки, от пустоты, От тоски. Василий Пиров, Последний кабаку за стадо. За эткую картину Можно и в Соловки угодить. Сетовали друзья Третьякова, Когда он приобрел Снятую с выставки Картину Перова Сельский крестный ход на Пасхе. Подобные откровения В живописи По сию пору Именуют критическим реализмом И ставят в заслугу художнику. Но нужна ли такая картина С нравственной точки зрения? Как факт творчества Большого художника – да, Но как духовная поддержка Человеку – нет. И, наверное, прав был Лев Николаевич Толстой, Когда, не принимая многое В передвижничестве, Утверждал, Что создаваемый ими Социальный момент Сиюминутный, приходящий. А в искусстве Нужны вечные темы Общечеловеческие. К вечному Общечеловеческому Прикоснулся Великий русский художник Александр Иванов. Двадцать восемь лет Живя в Риме, Далеко от России, Сдумая о ней, Трудился он Над главной картиной Своей жизни Явление Христа Народу. Сюжет картины Взят из Евангелия. Она – сама суть Его, говорил художник. Явление Мессии Предуготовано свыше, Чтобы спасти мир, Погрязший в пороках. В картине моей Я думаю представить В лицах Весь ход Человеческого Обращения Ко Христу. Все состояния Души, Все движения Мысли. Громогласие, Меистов, Иоанн Предтеча. Вот агнец Божий, Который берет На себя Грехи мира. Взволнованы Ученики Предтечи, Будущие апостолы Иисуса Христа, Свидетели Его земного Служения. У ног Предтечи, Сидящие На земле Сборщики Налогов Богатеи, На лицах Их Недоумение Любопытство Не внемлют, Видят И не знают Покрытым Сдою А часа. Перед Спасителем Мира В покаянном Смирении Все равны Молодые И старые, Живущие В достатке И нищие, Рабы И господа Их. Оттого Так радостно Лицо Раба, Впервые В жизни Услышавшего Речи О любви К ближнему. Рубцы Насилии И обид, Растления Души Пустота, Что гложет Ум И в сердце Ноет, Кто их Излечит, Кто Прикроет, Ты, Риза Чистая Христа. Не имея Возможности Поехать На восток Иванов Пишет Сотни Этюдов В Италии В предместьях Рима Чтобы Воссоздать Природу Палестины Чтобы Согласить В искусстве Идеальное И достоверно Жизненное И на этом пути На десятилетие Опереди Французских Импрессионистов Он открывает Живопись Пленера. Работая Над картиной В Риме Икону Эту Спаса Нерукотворного Созданного На Руси Новгородским Монахом Еще в 12 Веке Александр Иванов Не видел Она находилась В Успенском Соборе В Москве По преданию Это подлинный Лик Христа Отпечатавшийся На платье Которым После Омовения Отер он Лицом Нерукотворный Лик Спаса Осенял На Руси Воинские Стяги Государева Знамена Образ Спаса Неотделим От духовной Жизни Руси Во все Времена И потому Михаил Нестеров В трагические Дни Первой Мировой Войны Заканчивая Свой Многолетний Труд Полотно Душа Народа На первом Пламе Его Поместил Спасовую Икону И за ней Нескончаемый Людской Поток Здесь и Царь и Митрополит И Монашествующие Старцы А за ними Люд Всех Сословий И Разных Веков И Среди Них Духовные Мыслители России Достоевский Владимир Соловьев Лев Толстой И Здесь же Ослепший Солдат Только что Вернувшийся С Германского Фронта Ведомый Сестрой Милосердия А Вокруг Под Сереньким Небом Волжские Просторы И Ширь Великой Русской Реки Заветная Картина Нестерова Россия Кто Мы Откуда Куда Идем К Богу К Всевышнему Словно Ответствует Юродивый И Спокон Веков На Руси Правдолюбец И Провидец Будьте Как Дети И Вы Войдете В Царство Небесное Утверждает Художник Изобразив Передшествующим Народом Крестьянского Мальчика С молитвенным Жестом Руки Мальчика Напоминающего Другого Нестеровского Отрока Изображенного Им Четверть Века Назад В картине Видения Отрока Варфоломею Отрок Этот Получивший От монаха Божественный Дар Ларет Знаний Родом Из Радонежа В будущем Монашестве Сергий А в молитвенном Служении Руси Преподобный Сергий Радонежский Поборник Единения Ее Вокруг Москвы Благословивший На подвиг Князя Дмитрия Перед Куликовской Битвой Основатель Подмосковной Троицы Сергиевой Лавры А ведь Впору Передвижничества Братья-художники Рьяна Выступили Против Этой Картины Кому Нужны Мистика Сказочные Чудеса Но Не Мистика Притягивает В этой Картине А Духовный Свет Излучаемый Ею Люблю Русский Пейзаж Писал Художник На его Фоне Как-то Лучше Яснее Чувствуешь И смысл Русской Жизни И русскую Душу Около Небольшой Картины Алексея Саврасова Грачи Прилетели Показанный В 1871 Году На первой Выставке Передвижников Публика Подолгу Не Расходилась Неказистый Простенький Всякому Знакомый Русский Пейзаж Но В нем Не только Березы Грачи И снег В нем Есть душа Скажет Художник Крамской В нем Россия Не поймет И не заметит Гордый Взор Иноплеменный Что Сквозит И тайно Светит В ноготе Твоей Смиренной То скромное Сокровенное Что таится В русской Природе Ее очарование Душу Вслед за Саврасовым Сумел Почувствовать И передать В живопсе Его любимый Ученик Исаак Левитан Его называют Мастером Пейзажа Настроения В образах Природы Он находил Тончайшие Созвучия Своим Переживанием Есть у него Картина О драме Человеческой Жизни В ней И трагизм Безысходного Одиночества И неизбежность Ухода В небытие И хрупкая Так неистово Желанная Надежда Найти Отклик В чьем-то Родственном Сердце Картина Над вечным Покоем Совсем по-иному Воспринимал Русский пейзаж Иван Шишкин Природа Прекрасна Сама по себе И совсем Не надо Привносить В нее Свои настроения У нее Они Свои Умей Только Почувствовать Их И передать Кистью Часто Говорил Художник Его назвали Богатырем Русского леса А картину Рож Шишкина Критики Назвали Величественной Поэмой О России Только Русскому Художнику Открывается Тайна Нашей Природы И впервые Открыл ее Предшественник Саврасова Алексей Венецианов Возверждавший Что в живописи Ничего Не надо Изображать Иначе Чем В натуре Имеется Небо Земля Три Тоненькие Деревца На краю Поля Вот и Весь Русский Пейзаж В корсине Венецианова На пашне Весна Первый Русский Пейзаж Русской Италией Называли Современники Небольшие Картины Сильвестра Щедрина Написанные В Италии Он пишет Море Везувий Шумные Набережные Приморских Городков Он Подобно Венецианову Списывает Их С натуры И в них Появляются Люди Солнечный Свет Воздух Рождается Живой Портрет Природы Который Назовут Первым В русской Живопсе Романтическим Пейзажем Итальянским По сюжету Но русским По мироощущению И в нем Нет уже Сочиненности Дабы Глаз Радовал И величие Природы Показывал Как учили В то время В Российской Академии Художеств Каноны Правила Закона Искусства В Академии Чтили Всегда С тех самых Пор Когда В середине 18-го Столетия У истоков Ее создания Стояли Иван Иван Шувалов Образованнейший Человек При дворе Императрицы Елизаветы Петровны Подавший Ей записку О необходимости Установить Академию Художеств Плоды Которые Будут Не только Славою Здешней Империи Но и Великую Пользою Сама Елизавета Петровна Щерь Петрова Который Историк Ключевский Писал Умная Добрая Но Беспорядочная И Своенравная Русская Барня И Наконец Императрица Екатерина Вторая Учредившая Устав Российской Академии Трех Знатнейших Художеств Годы Правления Екатерины Называют Веком Просвещения Она Переписывалась С Вольтером Принимала У себя Дидро Заботилась О создании Новой Породы Людей Просвещенных И Свободных От пороков Общества А в Академии В классах Исторической Живописи Писались Картины Где Сюжеты Воспевали Служение Отечеству И Гражданские Чувства Героев По Заказу Императрицы Первый Русский Академик Антон Лосенко Пишет Историческое Полотно На сюжет Из Илиады Гомера Гектор Прощаясь Перед Боем С женой И детьми Молит Богов О даровании Ему Мужества И воинской Славы Таковые Виды Умножают Геройский Огонь И любовь К Отечеству Заметит Писатель Сумароков Пройдет Столетие И Из стен Российской Академии Выйдут Художники Чьи Исторические Картины Принесут Славу Русской Живопсе И писать Они будут Драмы Из русской Жизни Создавая Зримые Образы Русской Истории Илья Репин Обратится К смутам До Петровской Руси Когда Юный Царь Петр Алексеевич Силой Отберет Власть У сестры Недавней Правительницы Государства Царевны Софьи Алексеевны Софья Заточена В монастырь Стрельцы Опора Ее Разгромлены Репин Словно И впрямь Заглянул В монастырскую Келью И живо Изобразил То, Что увидел А просторным Названием Картины Только уточнил Сюжет Царевна Софья Алексеевна Через год После заключения Ее в Новодевичий Монастырь Во время Казни Стрельцов И пытки Все ее Прислуги В 1698 Году Сам видел Часто говорил Василий Суриков О том Что изображал Его картина Утро Стрелецкой Казни Словно Продолжает Начатый Репиным Рассказ О кровавом Восхождении На трон Царя Петра А началась картина С огоньков свечей Увиденных как-то утром На Ваганьковском кладбище И вот огоньки эти Загорелись в руках Приговоренных К смерти Стрельцов Утро Стрелецкой Казни Две силы Столкнулись Петр И Стрельцы Новая Россия И Русь Уходящая Драма Противостояния Старого и Нового Разворачивается И в картине Николая Ге Петр Первый Допрашивает Царевича Алексея Петровича В Петергофе Отец и сын Последний диалог Их закончен Дальше Приговор И смертная Казнь Царевича Сам видел Скажет Цуриков И о низкой Избе С узким оконцем И о могучем Человеке Обреченным Семейством Своим Прозевать В этих Четырех Стенах Так по-шекспировски Трагично Изобразил художник Вынужденное Сидение В далеком И холодном Березове Князя Александра Данил Чеменщикова Любимца Из-подвижника Петра Сосланного После его Смерти В Сибирь Вот они Лики Русской Истории Живые Зримые Живыми Зримыми Мы видим И лица Людей На старинных Портретах Вот один Из тех Кого называют Птенцы Гнезда Петрова Граф Гавриил Иванович Головкин Писал Портрет Иван Никитин Солдатский Сын При Петре Выученный Художеством В Европе После Смерть Петра При Анне Ивановне Царице Престрашного Зрака Художник Был сослан В Сибири Погиб Отменено Было В эти годы И обучение Русских Талантов За рубежом Портрет Анастасии Измайловой Статс Дамы На перстнице В увеселениях Императрицы Елизаветы Петровны Писал Портретных Делмастера Алексея Антрубла Портретным В Академии Считалось Быть унизительно Но именно Портрет Прославил Искусство Восемнадцатого Столетия Задушевность Легкость Кисти И нежность Сердца В портретах Федора Рокту Анна Петровна Струйская Жена Пензенского Помещика Слывшего Самодуром Загадочный И печальный Образ Ты помнишь Как из тьмы Былого Едва Закутан В атлас С портрета Роктова Снова Смотрела Струйская На нас Если Греческие Греческие Парадные Парадные Портреты Екатерины Второй В виде Законодательницы В храме Богини Правосудия А это Это тоже Императрица Над глазами Другого Художника Современника Левицкого Владимира Боровиковского Не со Скипетром И державой А с Собачкой И в домашнем Платье Прогуливается Она по парку Не дать Не взять Старосветская Помещица Только Поместье Ее Великая Держава А парк Царскосельский У императорского Дворца И это уже Не парадный А скорее Интимный Портрет Императрицы У каждого Свой Кураж Говорил Художник Вкладывая В каждый Портрет Своё Отношение К людям Вельможу Обласканного Императором Павлом Кавалером Альтийского Ордена Князя Куракина Боровиковский Пишет Со всеми Регалиями Приличествующими Бриллиантовому Князю Как называли Куракина За богатство И пристрастие К роскоши Его Собременники И совсем Необычно Выглядит Парадный Портрет Другого Царедворца Кисти Другого Художника Дмитрия Левицкого Прокопий Демидов Богач Меценат И Великий Курьезник Как прозвали Его При дворе Екатерина Второй Художник Он велел Изобразить Себя в колпаке И шлафроки Олейка И растения В катке Указывают Не только На пристрастие К цветоводству Но имеют Аллегорическое Значение Ведь Демидов Попечитель Воспитательного Дома Для бедных Сирот И рука Его Указывает На этот Дом Я Мол Не только Вельможа Но и Садовник Взращивающий Детский Душ Владимир Боровиковский Мастер Интимного Чувствительного Портрета Графиня Мария Лопухина Пройдет Время И поэт Уже Девятнадцатого Столетия Яков Полонский Посвятит Ей стихи Она Давно Прошла И Нет Уже Тех Глаз И Той Улыбки Нет Что Молча Выражали Страдания Тень Любви И Мысли Тень Печали Но Красоту Ее Боровиковский Спас Лики Истории Лица Ушедшего Времени Живут Им В Мраморных Бюстах Несравненного Воятеля Федота Шубина Вице-канцлер Обер-Каммергер Двора Екатерины Второй Европейский Образованный Русский Барин Меценат Основавший Голицынскую Больницу В Москве Александр Михайлович Голицын Братья Орловы Главные Участники Переворота Что привел К власти Екатерину Вторую Григорий Орлов Всесильный Фаворит Вельможи Принцы И генералы Писал Английский Посланник Вынуждены Были Ожидать В приемной Минуту Его Пробуждения Граф Алексей Орлов Чесменский Герой Чесмы И Наварина Бюсты Братьев Орловых Исполнены Шубиным По личному Заказу Императрицы В честь Двадцатилетия Ее правления О лицах Исполненных В мраморе Часто говорят Смотрит Думает Живет О мраморных Извояниях Надгроби Ивана Мартаса Всегда говорят Скорбит Скорбит Прекрасная Плакальщица Над могилой Княгини Волконской И скорбь Это может быть И эпитафией К канавшему В лету Галантному Восьмнадцатому Веку Пройдет Столетие И обратятся К нему Художники Другого поколения Но вдохновлять Их будет Не только Прошлая Реальность Русской Жизни Но и Куртуазная Интимность Придворной Жизни Короля Франции Прогулки Короля Людовика Четырнадцатого Я люблю Версаль Осенью Говорил Александр Бенуа Когда медленно Наползают Сизые Тучи Когда Все Странно И торжественно Затихает И тогда Начинает Казаться Что Вот-вот Появятся Призраки Блистательного Былого Они Появляются И в Галантных Парковых Сценах Константина Сомова Вечер Улыбка Юмор Слегка Приправленные Ностальгией Бенуа И Сомова Художников Объединения Мир Искусства Друзья Назвали Ретроспективными Мечтателями Ретроспективные Грезы Сомова Проникают Даже В реальный Портрет Свою Сокурсницу По Академии Художеств Елизавету Мартынову Он одевает В платье Прошлого Века И помещает В старинный Парк С галантной Сценкой В глубине Его Но лицо Изображенное Не из Восемнадцатого Столетия И глаза Не грустят И мечтают А молят О пощаде Так бывает Когда рушится Жизнь Когда уходит Любовь Я старался Выразить Идею Гармонии Писал Художник Борисов Мусатов А вокруг Меня Одни Диссонансы И я Нигде Не могу От них Скрыться Помогает Все та же Ретроспективная Греза Она Уводит В давнее Рождая Видение Давно Минувшего И снова Маскарад Переодеваний И не только Одежд Но и Окружающей Реальности И живописью Подавляется Тихой Музыке С ее Полутонами Недосказанностью А диссонансы Реальности Удел Передвижников Их Картины Социальные Исполнены Сочувствия И горьких Размышлений О русской Жизни В искусстве Всегда Привлекают Драмы Человеческого Сердца Говорил Крамской На Тверском Бульваре На скамейке Двое Она Крестьянка Пришедшая Проведать Мужа Он Деревенский Парень На заработках В городе Молчат И монотонно Пиликает Его гармошка Я все Забыл Тебя Деревню И малое Дитя Свою Владимир Маковский На бульваре А гостино-дворские Купцы С захожим Людом Потешаются Над бедняком А он Им угождает Из бедности Привычной К унижению Шутники Гостиный Двор В Москве Художник Иларион Прянишников В низком Бытовом Сиюминутном Передвижники Видели Высокие Вечные Нравственные Проблемы Добра и зла Милосердия И насилия Студента Моего Рассказывал Николай Ярошенко Я писал В год Убийства Народовольцами Императора Александра Второго Зачитывались Мы тогда Романом Достоевского Бесы Где По его Словам Рассмотрены Разнообразные Мотивы По которым Даже чистейшие Сердцем Люди Совершают Чудовищные Злодейства Вечеринка Картина Владимира Маковского Но это явно Не вечеринка А конспиративное Собрание А в девушке Взявшей слово Современники Видят Софью Кировскую Казненную За участие В покушении На Александра Второго И словно Продолжая Живописный Рассказ О революционерах Народниках Репин Пишет Картину Не ждали Не ждали Отца Семейства Отвыкшие От него Домочадцы А он Претерпевший Ссылку Тюрьму Верит ли он По прежнему В свои идеалы Или может быть Года неволи Переубедили Его Сломили Наверное Нет Судя По предшествующей Репинской Картине Отказ От исповеди Прости Господь Что бедных И голодных Я горячо Как братьев Полюбил Распни 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 его Кричала Пилату Разгиренная Толпа А он Иисус Слушал И ждал Зная Что будет Дальше Марк Антокольский Христос Перед Судом Народа Художники Художники Девятнадцатого Столетия Столетия Бунтов И войн Террора И казней Обращаются К образу Христа Как пример Жертвенности Во имя Общего блага Как подвиг Служения Отечеству Один из вас Предаст Меня И черная тень Предательства Уже возникла Уже заслонила Собой Свет Истины Свет Надежды Мне нравится Что картина Николая Ге Тайная вечеря Оставляет Мне полную Свободу Для размышлений Писал Салтыков Щедрин А зрители В лице Иисуса Узнавали Черты Недавно Покинувшего Россию Издателя Колокола Александра Герцена И Евангельский Эпизод Обретал Новое Содержание Когда Ивана Крамского Спрашивали О его Арсений Христос В пустыне Он говорил Есть один Момент В жизни Каждого Человека Когда На него Находит Раздумья Пойти Ли Направо Взять Ли за Господа Бога Рубль Или Не уступить Ни шагу Злу Что Есть Истина Вопрошает Прокуратор Иудея Пилат Но Человек В таинственном Полумраке Падающий На него Тени Безмолвствуют Он Иисус Он Истина Пилату Это Понять Не дано Два Мира Два Противостояния Материальное И духовное Тени Свет Лев Толстой Называл Картину Николая Ге Что Есть Истина Христос Апилат Жемчужина Русской Живописи И узнав Что Павел Михайлович Третьяков Не купил Ее Для Своей Галереи Отослал Ему Сердитое Письмо Вы Собрали Кучу Навоза Для того Чтобы Не упустить Жемчужин И Когда Прямо Среди Навоза Лежит Очевидная Жемчужина Вы Забираете Все Только Не ее Павел Михайлович Купил Ее А Льву Николаевич Ответил Наш Спор Решит Время Голгофа Крестный Путь Иисуса Завершается Жертва Принесена Этот Самый Дорогой Момент В жизни Христа Я не Придумал Я Я увидел Это Писал Николай Ге Толстому О картине Голгофа Я плакал Я всей душой Почувствовал Это И выразил Истинным Поэтом Скорби Называли Современники Василия Перова Все Что писал Он Не только Болью Сотрясало Их Души Но и Сердце Самого Художника Он Свято Верил Что Искусство Критического Реализма Призвано Выявлять Язвы Общества Чтобы избавиться От них А эта Перовская Картина Приезд Гувернантки В Купеческий Дом По буднично Бытовому Сюжету Напоминает Сватовство Майора Павла Федотова Когда-то Эту Картину Тогда Никому Неизвестного Художника За правду Жизни Похвалил Сам Великий Карл Карл Брилов Я Учусь Жизнью Улица Моя Мастерская Всегда Говорил Федотов И его Маленькие Вотовые Картинки Являли Маленькие Трагедии Русской Жизни Лишь юности И красоты Поклонником Быть должен Гений Знаменитая Всадница Карла Брилова Изящество Красота Бьющая Через край Радость Портрет Был заказан Художнику Его возлюбленной Графиней Юлии Самойловой А изображены Здесь Воспитанницы Графини Джованнина И Амациния Подчини Все здесь В движении Все поглощено Движением Но Прекрасное Лицо Всадницы Словно Не из Этой Картины Оно Величаво Спокойно И Ничто В нем Не подчинено Общему Движению Портрет В картине Красота Есть Некое Слияние Влекущее Человеческую Душу Говорили Художники Эпохи Возрождения Бриловская Версавия Написано Так Что В прямом Смысли Излучает Сияние Сияние Красоты Русским Римлянином Генриха Семирадского Называли За его Поклонение Античности Он любил Античность За чудодейные Мифы Радостный Пафос Жизни За прекраснейших В мире Женщин Картина Посвященная Изысканно Рискованной Забаве Грехов Танцу Среди Мечей Мерцание Природы При лунном Свете Говорил Художник Иван Крамской Целая Симфония Могучая Высокая Настраивающая Меня на высокий Душевный Строй Красота Растопила Душу Даже Идейного Вождя Передвижников Называвших Искусство Семирадского Солонным Безидейным Далеким От жизни Наверное Далеким От жизни Никогда Нельзя Назвать Портрет Он всегда Будет Близко Ли Далеко Ли Передавать Облик Изображаемого И даже В порсуне Портрете Персоны Создаваемом Еще В иконописной Манере Князь Скопин Шульский Герой Народного Ополчения 1612 Александр Челищев Участник Войны 1812 Года Портрет Его За Три Года До Начала Войны Писал Художник Орест Кипренский Два Столетия Разделяют Эти Портреты Но Как Далеко Ушло За это Время Русское Портретное Искусство Недаром Первые Четыре Десятилетия 19 Столетия Называют Золотым Веком Русской Живописи И Символом Золотого Века Становится Знаменитый Прижизненный Портрет Пушкина Созданный Арестом Кипренским Любимец Мода Легкокрылый Хоть Ни британец Ни француз Ты Вновь Создал Волшебник Милый Меня Питомца Чистых Мус Пройдет Несколько Десятилетий И русское Искусство Обратится К историческому Портрету Портрет Ивана Грозного Созданного Молодым Скульптором Марком Монтокольским Потряс Потряс Современников Иван Искусство Искусство Казан 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 Торжественно Шествуют Победители Воинство Земное И воинство Небесное И нет Здесь Времени Ни настоящего Ни прошлого А среди Воинов Сам победитель Иван Четвертый И русские Князья Разных Столетий Упрочившие Слава Руси Слава России Портрет Достоевского Кисти Перова Писатель Скорби Писатель Духа Великий Заступник Униженных И оскорбленных Портрет Драматурга Островского Тоже Кисти Перова Весь Русский Театр Играл Его Пьесы А характер И типы Его героев Угадывались И вживо Псевередвижников Эти Знакомые Нам Портреты Были Заказаны Художником Павлом Михайловичем Третьковым Он Хотел Сохранить Для потомков Живые Лица Своих Великих Современников Шедевром Портретного Собрания Галереи Стал Портрет Модеста Петровича Мусоргского Написанный Репиным Незадолго до Кончина Композитора В Петербургском Военном Госпитале Всего за Четыре Сеанса Их Судьбы Их Творчество Связаны С уходящим Девятнадцатым Веком С уходящим Девятнадцатым Веком Связаны Лучшие Годы Творчества Художников Передвижников Но На смену Им Уже Шло Новое Поколение Художник Валентин Серов И Машенька Симонович Его Нашумевшая В свое Время Девушка Освещенная Солнцем Художников Нового Поколения Не идейность Волнует Как Передвижников А сама Живопись Краски Воздух Солнечный Свет Русским Импрессионистом Назовут Парижане Любившего Францию Константина Коровина А Михаил Врубель Заглянет В потустороннее Долгие Годы Будет Мучить Его Образ Демона Подшвангелом Он Превратится В его Врубелевские Сомнения Тревожные Предчувствия Тоску Одиночества И в унисон Врубелю Вспыхнут Красным Цветом Цветом Крови Огня Страсти Полотна Филиппа Малявина Предчувствия Оправдаются Грянет Революция И уйдет В небытие Россия Саврасова Репина Левитана Но Павел Михайлович Третьяков Сохранил Для нас Россию Увиденную Глазами Художников Ушедшего Столетия Умом Россию Не понять Оршином Великая Великая Икона Несет Сквозь Века Живую Память Поколений Дабы Воззрением На святую Троицу Побеждался Страх Ненавистной Розни Мира Саврасова Редактор субтитров